Ripple XRP разоблачение. Сплошной фейк. Видео я смотреть не буду, просто скажу, а какая разница, фейковый рост или нет? 200% за 4 дня можно было заработать. Меня постоянно просят снять видео о Ripple. Мне вот интересно, у вас действительно есть Ripple портфель или нет? Что ж, для начала здравствуйте, дорогие зрители. Меня зовут Богатейший Ди, и это мой канал, как ни странно. Собственно, начнем с новостей. Ripple готовится запустить коммерческий продукт на базе токена XRP уже в октябре. Это позволит задействовать токен при осуществлении трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями. То есть XRP действительно станет нужным. Соответственно, более 100 банков сегодня используют похожую на XRapid систему, которую называют XCurrent. И вот в ней XRP вообще не играет роли. Поэтому Ripple часто критикуют за принятие решений, которые совершенно не задействуют их собственный токен. Например, в этой статье автор полностью разносит XRP, аргументируя его непрактичность и отсутствие ценности. Воз оставался бы и ныне там, если бы не рипловские действия по интеграции XRP в XCurrent с помощью XRapid. Опять матрешка какая-то, только на этот раз из технологий. Собственно, Ripple сейчас занимается убеждением своих клиентов в преимуществах XRapid. Если эти 120 банков, что сотрудничают с Ripple, все-таки будут использовать XRapid, то цена токена точно на это отреагирует. Потому что сам токен в этой системе уже используется и нужен. Тем более, некоторые японские и южнокорейские банки уже тестируют эту систему. Кстати говоря, XRapid сокращает время обработки международных транзакций и снижает расходы на 30%. Поэтому я думаю, что другие банки тоже не откажут себе в удовольствии пользоваться этой технологией. А еще XRP оказался нужен Ютубу и Твитчу, как это ни странно. Теперь вы можете принимать XRP на Ютубе и Твитч. Новая платформа, созданная бывшим техническим специалистом Ripple, теперь интегрирована с Ютуб и Твитч, позволяя создателям принимать XRP. Пока что эта платформа находится в стадии бета-тестирования, но все равно эта новость не может не радовать. Руководство Ripple, очевидно, прислушивается к бесконечной критике в свой адрес. Ведь их критиковали сплошь и рядом, не только за малую практическую применимость токена, но и за огромную эмиссию почти 100 миллиардов токенов. Так вот, ребята исправляют обе проблемы прямо на наших глазах. Ripple объявил о блокировке 55 миллиардов токенов XRP, которые принадлежат руководителям Ripple. Этот объем актива постоянно внушал некоторые опасения инвесторам, явно не желающих увидеть все эти миллиарды токенов на рынке. Представляете, что тогда было бы с ценой? Правда, есть и ложка дегтя в бочке с медом, ведь каждый месяц Ripple будет размораживать 1 миллиард токенов для собственных нужд. Тем не менее, это все равно спровоцировало флиппинг. Правда, не эфира с биткоином, как все когда-то ожидали, а Ripple с эфиром. Посмотрите, как на этом фоне падает эфириум. Удивительно, если такие тенденции сохранятся, есть вероятность того, что капитализация Ripple превысит капитализацию эфира. И не потому что Ripple растет, а потому что эфириум падает быстрее. Я сказал это чисто в шутку, ребята, но оказалось, что я как в воду глядел. Криптовалюта Ripple сместила эфириум со второго места, и это событие стало чуть ли не сенсацией. Правда, долго Ripple там не просидел и сейчас снова довольствуется третьим местом в списке, хотя эфириум не так-то далеко и ушел от него. Сейчас, когда у всех появляются бычьи настроения, выходят достаточно странные статьи, хотя они не лишены интереса. Например, топ-4 криптовалюты, готовые обогнать биткоин в конце 2018 года. Все это довольно информативно для чтения, но есть одна фраза, которая задержала мой взгляд. XRP кажется лучшим кандидатом по множеству причин. Две наиболее важные причины это его сообщество преданных фанатов, а вторая это его партнеры. С последним я точно согласен. Поэтому я рекомендую обязательно иметь XRP у себя в портфеле. Только если у вас его сейчас нет, покупайте, когда цена немного упадет. А она упадет. А если вы будете в Японии, обязательно загляните в монобар. Звучит как реклама, кстати, хотя это не реклама. Там можно не только хорошо и вкусно перекусить, но и оплатить свой завтрак с помощью некоторых криптовалют. Кстати, стоит заметить, что в списке нет биткоина или эфириума, зато есть XRP. В этом баре XRP уже деньги. Джастин Сан, создатель трона, также поздравил Ripple с его недавними достижениями. После чего он добавил твит, в котором признался, что работал на Ripple в период с 2014 по 2016 год. А сейчас является держателем токенов XRP. Ничего себе, Джастин Сан холдит Ripple. Это новость. Действительно, вот его страничка в LinkedIn, где ясно написано, что 2 года и 2 месяца он работал в компании Ripple в качестве Chief Representative. Это главный представитель. Честно говоря, даже не знал этого до сегодня. Далее открыл я сайт CryptoCompare, где можно сравнивать разные криптовалюты. Даже не смотрите на курсы, проценты капитализации и так дальше. То, на что я хочу обратить ваше внимание, это объемы. На первом месте, понятное дело, биткоин, а следом идет не эфириум, нет, Ripple. У Ripple 927 миллионов долларов за сутки, у эфира на 100 миллионов меньше. Как бы этот Ripple случайно не обогнал биткоин. Правда, эти данные немного уже отличаются от того, что мы имеем сейчас. Лаконичный Вэлли – это сотрудник Ripple. Он провел небольшое сравнение суточных объемов за 20 сентября этого года для биткоина, эфира и рипла. После чего сравнил эти значения с показателями 20 сентября 2017 года. Как мы видим, биткоин тогда имел суточный объем более миллиарда долларов, эфириум 470 миллионов, а Ripple – совсем скромную цифру, которую даже стыдно как-то называть. А сейчас суточные объемы биткоина более 4 миллиардов, эфира – 1,6 миллиарда, а Ripple побил рекорды. Имея суточный объем торгов более миллиарда долларов, он увеличил эту цифру на 2950% против 246-257% у биткоина эфириума, соответственно. Сумасшедший просто. А знаете, что это значит? Что независимо от цены, которая даже после такого прыжка все равно далека от пиковых значений, ликвидность монет выросла значительно, а значит ими пользуется. И на этой прекрасной ноте я хочу сказать вам, что ссылки на мои ресурсы будут в описании под видео. Это группа ВКонтакте и канал Телеграме, ну и конечно же предыдущие ролики. Ставьте лайки, обязательно комментируйте, пишите все что угодно, это же бесплатно. А также делитесь видео с друзьями, пусть они знают, что Ripple начинает исправляться. Хотя он и не сидит в колонии строгого режима. Меня зовут Богатейший Ди, до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова